На недавней встрече кандидатов и экспертов с президентом России Владимиром Путином в Москве представители педагогической общественности подняли вопрос о пересмотре формирования зарплаты педагогов, предложив увеличить гарантированную часть. Владимир Путин и Дмитрий Медведев инициативу поддержали решать. Совершенно ненормальная выглядит ситуация, когда базовый оклад составляет 5 или 10 процентов, а все остальное надбавки, причем каким образом они исчисляются, учитель не понимает. Хочу вам сказать совсем простую вещь. Мы готовы сделать так, как вам удобно. Можем вернуться к некоторым прежним принципам исчисления заработной платы, имея в виду базовую часть, оклад, надбавки и так далее. Можем сохранить те принципы, которые существуют сегодня, когда основной набор решений принимается на уровне школы. И тот и другой подход возможен, но это не должно быть решение, навязанное новым министром образования, коллегами по правительству. Это должно быть решение, которое вызрело в педагогическом сообществе. Ну а тему повышения зарплат бюджетникам обсуждали и на встрече руководителей средств массовой информации главы Якутии Егора Борисова. По тому уровню, который было требованием президента Российской Федерации по майским указам, мы этот уровень для врачей, для учителей пока выдерживаем. С большой разницей или плюсом, с минусом. А вот для низкооплачиваемой категории, там медицинского персонала или обслуживающего персонала в образовании, здесь у нас есть проблемы. Поэтому, если мы будем предусматривать определенное повышение заработной платы, и в этом году мы определенную сумму заложили, с 1 сентября должны определенную категорию поднять, и в следующем году то же самое будем делать. То есть низкооплачиваемые категории, средний персонал, младший персонал в здравоохранении, и по детским учреждениям, и по школам, по малооплачиваемой категории будем повышать заработную плату. Вот это однозначно.